Два с половиной часа в прямом эфире, более четырех тысяч обращений. Впервые в таком формате губернатор Виктор Томенко отвечает на вопросы жителей региона. Прямая линия началась, пожалуй, с самой волнующей темы – вакцинация. Как отметил Виктор Томенко, прививка от коронавируса – это один из главных способов победить инфекцию, не доводя регион до локдауна и комендантского часа. На сегодняшний день в крае привито 814 тысяч человек против миллиона непривитых. Но сколько можно прожить в режиме подвига? Вот этот вопрос ведь себе тоже надо задать. И, конечно, нельзя только медицину, только врачей оставлять один на один с этим заболеванием. Мы все вместе и каждый в отдельности должны им помочь. В правительстве региона надеются, что уже к весне следующего года в крае сформируется коллективный иммунитет против коронавируса. А значит, можно будет наконец-то уйти от системы QR-кодов, к которым многие жители региона по-прежнему относятся крайне негативно. Поэтому на доводы некоторых жителей о сегрегации и нарушении Конституции остается отвечать – это вынужденные меры. За неделю от ковида стали умирать более 200 жителей края. Решая задачи более важного, более сложного, серьезного порядка, связанные и со здоровьем, и с жизнью, многих-многих людей приходится идти на эти меры. Как только ситуация будет улучшаться, мы будем их, конечно, отменять. Это ненормально. Ничего приятного в принятии такого рода решений нет. Еще один бесконечный список вопросов поступил на прямую линию от сельских жителей, в частности, фермеров. Напомним, с 11 ноября в Алтайском крае запрещена продажа домашнего мяса, если животное забито на подворье, а не на специализированной бойне. Проблема коснулась многих крестьян, ведь теперь у них появились новые затраты – на логистику, услуги бойн. При этом бойни есть не в каждом районе. Виктор Томенко пояснил, что обратного пути у региона нет, отменять новые правила никто не будет. Таковы условия техрегламента Таможенного союза. Технический регламент на производство мяса и что с этим связано, он утвержден еще в 2014 году. Он не предусматривает подворового убоя скота. В разных регионах по-разному как-то справлялись ситуации, но мы в числе последних, у которых пока этот подворовой убой сохранился. И сохранился он, потому что нашли там лазеечку. Тянуть дальше – это значит, что просто получать санкции от контролирующих, регулирующих органов. При этом губернатор подчеркнул, что власти окажут поддержку при оформлении земли на строительство боен. Кстати, с начала этого месяца в регионе уже открылись 8 новых боен. По мере их появления во всех районах власти рассчитывают на выравнивание ситуации. И еще один вопрос, который Виктор Томенко не смог оставить без внимания. Виктор Петрович, уважаемый Виктор Петрович, убедительная просьба к вам решить проблему, помочь в решении проблемы нашей ТЭЦ. ТЭЦ Ярового – самая известная теплоэлектроцентраль Алтайского края. Печально известная. Зима только началась, а жители города-курорта уже попали под перебои с отоплением в начале ноября. Старые котлы постоянно выходят из строя. В очередной раз ситуацию под свой контроль вынуждены брать в правительстве региона, в том числе финансовый контроль. Сейчас на ТЭЦ проходит проверка. Параллельно создана антикризисная команда из сотрудников Алтайкраэнерго и СГК, которая сейчас работает на объекте. Этот зимний период, отопительный зимний период, придется точно так же, как и позапрошлый, проходить в урочном режиме. Ну и второе, все-таки работу по подготовке перспективы надо провести и надо нам на необходимое решение выходить. Но пока будем эксплуатировать вот это хозяйство, которое досталось нам из прошлых времен. За два с половиной часа в эфире Виктор Томенко ответил почти на 30 вопросов. Все остальные, а их более 4 тысяч, перенаправят в профильные ведомства. Кстати, губернатор признался, что новый формат общения с жителями региона ему понравился. Поэтому прямую линию планируется провести и в 2022 году. Ирина Корчагина, День с толком.